Добрый день! Я Екатеревский, автор программы «Бесереплетение с Майджейн». Программа позволяет создавать объемные звезды с числом вершин от 4 до 16, ну и ряд других гимметрических объектов. Сейчас я расскажу о звездах. У начинающих возникает вопрос, как эту звезду плести, как читать вставляемую обычно со схемой словесной писания звезды. Я для облегчения этого понимания начинающими добавил в программу так называемую легенду. Легенда – это характерные точки звезды, которые сразу понятны, где они находятся на самой схеме звезды и на словесном описании. Как известно, звезда состоит из четырех изогнутых квадратов. Вот если мы распечатаем эту звезду, увидим все четыре квадрата, получится вот такая вещь. вот это первый квадрат. Вот. Значит, что мы здесь видим? Квадрат. Вот так вот его. Вот это вот. Левая часть квадрата. Нижняя часть квадрата. А остальные части находятся на обратной стороне звезды. Обратная сторона звезды. Вот это вот. Вот эта часть квадрата. Она здесь у нас справа находится. И желтенькая сверху. Вот это вот первый квадрат. То есть мы плетем вот такой вот квадрат. Для него здесь, если ясное описание, сколько каких бусинок находится. Ну, сейчас для простоты я их все бусинки символа поставил в единицу до первого квадрата, чтобы было ясно, что это первый квадрат. Хотя цвета и разные, но в программе есть такая возможность использовать один и тот же символ для разных цветов. Итак, мы спрели вот такой квадрат. Потом согнули его по линии А, Б. А, Б. А, Б. Вот эта вот обратная часть. Она пошла обратно на обратную сторону. А вот эта вот часть на лицевую сторону. Сейчас мы поставим так, чтобы было меньше переключать. вот так вот. Вот это вот лицевая сторона. Итак, вот эта вот левая часть первого квадрата, это вот нижняя часть первого квадрата. Если мы посмотрим на статус строку, то здесь имеется информация о бусинке под мышью. Вот посмотрите, здесь написано лист первый, ну, то есть, это вот первый лист, вот это второй, это третий, это четвертый, это пятый. Вот это вот первый лист. Дальше. Х0. Это значит смещение пояси Х, то есть влево-вправо. Там вот вы видите, сейчас нолик стоит. У4. Это вверх 4. Вот это вот 0, 1, 2, 3, 4. Это координаты точки бусинки под мышью. Описание. Далее в круглых скобках написано, что вот эта бусинка, она относится к квадрату номер 1 и верхней его части. Вот это тоже квадрат номер 1 левой части, как мы видим на картинке. Вот это вот будет относиться к квадрату 1 нижней части. Далее у нас идет второй квадрат. У нас полностью здесь квадрат весь сделан одним цветом, двоечка. Вот здесь. Этот квадрат, ну, когда мы переворачиваем звезду, квадрат зеркально отражается слева направо. И далее третий квадрат. Я третий квадрат сделал бусинками разной формы. Ну, это редко когда нужно, но в программе есть такая возможность. Итак, вот эта обратная сторона. Мы видим, что вот эти вот троечка символов вот эта вот часть относится к верхней части квадрата. Вот этот вот ромбик относится к правой части квадрата. Вы эту информацию видите на статус баре. И лицевая сторона вот этот эллипс или кружочек вытянутый. Вот эта вот нижняя часть квадрата и вот этот прямоугольник это левая часть квадрата. Вся эта информация вот здесь вот находится. Ну и вот сплетя квадрат далее мы сгибаем по линии сгиба и далее мы его монтируем на звезду согласно этим маркерам. А маркер здесь есть следующий маркер обозначающий вершины звезды вот они буквы A, B, C, D, E дальше точки центра звезды O, O точки так сказать соединения листья звезды 1, 2, 3, 4, 5 это на лицевой стороне на обратной стороне вот эти вершины эти бусины они общие для обеих сторон они точно так же обозначены A, B, C, D, E но идут уже в другом порядке здесь идут против листовой стрелки точки соединения листья точно так же 1, 2, 3, 4, 5 но со звездочкой и центр O также здесь со звездочкой находит обозначен вот здесь вот O это соответствует лицевой стороне а со звездочкой соответствует обратной стороне все эти цвета и формы они вот здесь вот настраиваются вот еще раз вот L легенд и по стрелочке нажимаем выходит диалог где написано каким цветом обозначать такие буковки циферки форма рамочки круг там квадрат соты и так далее цвет и размер размер буквы относительно точнее говоря рамки относительно бусины и буквы относительно рамки вот такое словесное описание все